13 августа, Церава Сагра. Это его первое сигнальное плодоношение. По две, по три грозди на побег. Гроздачки такие не очень большие, хотя вот эта вот была большая, но мы уже ее частично даже подкушали, и уже она даже немножко перевисела. Вот ягодка начинает вялиться, и вот от солнца коричневеть. Абсолютно полностью готов. Он еще неделю назад был готов, но я рассказывала, что мы чуть-чуть не подрассчитались с обработками, поэтому ждали, чтобы прошло время. Ягода очень сладкая, очень вкусная, с приятным мускатиком, но мне кажется, такой немножко цитронный мускат. При этом ягода не притерна, сладкая, очень приятная. Но видите, вот это с восточной стороны, вот на восточной стороне ягодка такая более красивая. Поеду, а там западная уже она получилась грязноватая. Присутствует легкий треск, но никто его не поливал здесь. Ну, так получилось сейчас, так большой возможности не было. Земля здесь была очень сухая, вот после дождя немножко потрещала, но при этом, вот вы видите, да, я вам покажу гроздь, ну вот, вот одна, например, треснутая ягодка на гроздь, это не критично, но вот здесь еще одна, то есть не страшно. Шикарно зреет лажа, смотрите, вот здесь примерно почти на метр уже, ну тут еще она, конечно, не до конца дозрела, а вот с этой стороны вот, вот такая вот сделаем лоза. С болезнью у нас вопросов с ней никаких не возникало, лист чистый, лоза зреет, все хорошо. Приятно удивили и порадовали ранние сроки созревания, все-таки не так много форм, которые к середине августа уже полностью готовы. Да, бывает единичные ягодки можно есть, но здесь можно вот брать и срезать гроздь, что мы, в общем-то, сейчас и сделаем. И также порадовал яркий мускатный вкус. Я сейчас пока снимаю, так все гроздь и объем. Ну, благодаря этим двум преимуществам, легкий треск, конечно же, ему можно простить. Висеть долго на кустах он не может, впрочем, оно и не надо. При таких ранних сроках, такую раннюю ягоду надо съедать. И знаете, что интересно, вот запах, он, конечно, не такой вот яркий мускатный, но запах прямо возле куста так нормально чувствуется.